Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наш цикл корпоративных вебинаров. И сегодня разрешите мне представить вам новый вебинар. Новая в контенте или проблематика агрегирования и наполнения ИБС. Конечно же на примере нашей университетской библиотеки онлайн. Почему мы выбрали такую тему? И о чем пойдет речь? Очень много и часто на различных конференциях и вебинарах освещается тема информатизации электронных библиотек. Вопросы связанные с программным обеспечением, с платформами. Но по моему глубокому убеждению в основе любой электронной библиотеки прежде всего лежит востребованный контент, который наполняет именно тот фонд, благодаря которому библиотека вообще востребована. И читатели приходят и находят необходимую им литературу. Я бы даже провел такую библейскую аналогию, что если не будет в библиотеке востребованных актуальных книг, востребованной литературы, то библиотека будет никому не интересна. Никто не придет, несмотря ни на какие-то достижения и реализованные сервисы программные. Поэтому это, знаете, как соль, которая теряет свою силу, от нее избавляются, ее выбрасывают. Поэтому все-таки в начале книга. Директ-медиа не стоит на месте, как вы... Кто-то из вас это знает, кто-то наблюдает за нашей деятельностью, кто-то в любом случае о ней слышал. Вот директ-медиа расширяется, да. В этом году мы приобрели электронную библиотечную систему книгофонд. Конечно же, так сказать, со всем фондом, со всем контентом, который был на этой платформе. Поэтому сегодня мы единственная в России электронная библиотека, которая состоит из двух платформ. Да, из двух электронных библиотечных систем. Университетская библиотека онлайн и книгофонд. Книгофонд, конечно же, это легенда среди ЭБС. Это бренд, который стоял у истоков электронных библиотек. Да, легенда нашего рынка, не побоюсь этих громких слов. ЭБС, проверенная временем и читателями, и подписчиками. У книгофонда 220 подписчиков. Ежедневный трафик до 9 тысяч, так сказать. Да, и, конечно же, объем книговыдач тоже очень, так сказать, немаленький. Да, порядка 320 тысяч. Таким образом, как я уже сказал, университетская библиотека онлайн превратилась в крупнейший холдинг электронных библиотек России. Вот перед вами наша система электронных библиотек интернет-холдинга Директ Медиа. К сожалению, техника не позволяет. Это анимированный слайд, да, специально сделанный в виде некой планетарной системы. Ну, за основу взята солнечная система. Да, вы видите, так сказать, солнце. Это электронная библиотечная система университетской библиотеки онлайн. И вокруг, каждая по своей траектории, обращаются несколько контентных систем, контентных планет, каждая из которых уникальна и неповторима, поскольку мы отбираем везде уникальный контент. Фонды практически не пересекаются. Ну, давайте поближе познакомимся, что же это все-таки за небесные тела. Вот перед вами структура ресурсов электронно-библиотечного холдинга университетской библиотеки онлайн. Университетская библиотека онлайн, ИБС непосредственно, ИБС книга фонд. Далее вы видите арт-портал. Арт-портал это единственный, наверное, сегодня в России ресурс, который полностью освещает все периоды, все эпохи, все жанры, все виды искусства. Начиная с доисторических времен, с каменного века и вплоть до 21 века мы развернули нашу ленту времени, развернули ее в привязке к курсу мировой художественной культуры, конечно же. Поэтому этот наш ресурс, он очень интересен для тех, кто изучает искусство профессионально, но также он полезен во многом и любителям, тем, кто интересуется проблематикой искусствоведения. Мы советуем обратить внимание всем профильным кафедрам и всем тематически профильным вузам. Потестируйте, посмотрите. Ресурс действительно заслуживает вашего внимания. Следующий наш ресурс это школьная библиотека. Школьная библиотека, ну название говорит само за себя, конечно же это для различных ступеней среднеобразовательной школы. Прежде всего она предназначается. Далее, вот любопытный тоже очень наш, наша библиотека электронная, бизнес библиотека. Это ресурс для профессионалов, для тех, кто занимается бизнесом. Он наполнен очень достойными книгами по различным профессиональным областям знаний и деятельности. Библиотека нон-фикшн. Ну, рекомендуем публичным библиотекам. Аудиокниги, ЭБС для среднего профессионального образования, обучающие мультимедиа, периодика, интернет-магазин умных книг и завершает энциклопедиум. Таким образом, университетская библиотека онлайн сегодня это комплексное решение. Это некое мультикластерное такое даже решение. То есть, мультикластерная электронная библиотека, сформированная из нескольких специализированных фондов. Да, по сути своей. Вузовской, научной, научно-популярной литературы, школьной и педагогической, специальной и профессиональной бизнес-литературы, литературы нон-фикшн, репродукции шедевров мирового искусства, актуальные архивные периодики, русской художественной классики и аудиокниг. Как мы пришли к мультикластерному агрегированию? То есть, почему мы стали развиваться именно так, как я вам сейчас рассказал? Потому что в основе нашего подхода к созданию электронных библиотек базовый принцип номер один при формировании фонда это одна электронная библиотека, один универсальный партнер для разноплановой читальской аудитории. Ну вот наш универсум, книги по всем отраслям знания. Понимаю, что многих заинтересуют цифры по контентному наполнению наших фондов. Ну, сразу хочу сказать, что в фонде присутствуют книги от 480 крупнейших издательств российских. Электронно-библиотечная система университетской библиотеки онлайн и книгофон будут детализированы чуть позже. Бизнес-библиотека включает в себя более 17 тысяч произведений. Как вы видите, школьная библиотека более 11 тысяч. Арт-портал 54 тысячи объектов. Библиотека нон-фикшн почти 66 тысяч произведений. Электронно-библиотечная система для средних профессиональных образовательных учреждений почти тысячу. Три тысячи без малого аудиокниг. И энциклопедиум, ну, это практически Википедия целая, да. Это более 600 энциклопедий и справочников, что составляет миллион четыреста тысяч статей. Ну, вот здесь мы решили посмотреть на себя со стороны география наших подписчиков. Самая восточная библиотека нашей страны находится, как мы выяснили, на острове Сахалин, на его восточной оконечности. Это Смирныховская центральная библиотечная система. Включает в себя три библиотеки Сахалина. Они тоже являются нашими подписчиками, и мы этим гордимся. Хотя вот здесь вот не отметили на Сахалине ее. К сожалению, надо будет исправить. Формирование фонда ИБС. Всегда в итоговых показателях электронно-библиотечные системы всегда указывают количество наполнения своих фондов. То есть, всегда выдают сведения, агрегатор выдает сведения по наполнению своей электронно-библиотечной системы. Конечно же, кто-то указывает произведения, перед этим, не забыв поставить число, кто-то публикации, кто-то объектов. То есть, возможно, иные, конечно, суммарные измерители фонда электронно-библиотечных систем, так как сегодня некий измерительный единый стандарт фонда отсутствует. Поэтому такие у многих, если вы пристально сравните различные ресурсы, там действительно вы увидите, что произведение, публикации, объекты. Но иногда происходят очень такие, на наш взгляд, просто контентные детективы. Вот я вам сейчас, так сказать, расскажу и покажу такую вот интригу контентную. Прямо 17 мгновений контента, что происходит в электронных библиотеках. Вот смотрите, к примеру, есть некая электронная библиотечная система один. Российский агрегатор, уважаемый, который специализируется на книжном контенте, один из ведущих и старейших в Российской Федерации. Суммарно агрегирует к 17-му году в своем фонде 100803 произведения, но при этом не уточняет, что является таковым, да, то есть произведение, да, что такое произведение, не уточняет, так как стандарта нет. Но по его внутрифирменному стандарту произведение от 40 страниц текста или, например, один отдельный номер журнала. При этом параллельно существует ЭБС-2, тоже достаточно известный российский агрегатор, который также специализируется на книжном контенте. После того, как ЭБС-1 публикует свои данные о количестве произведений, вдруг неожиданно дает резкий прирост контента, просто растет как тесто на дрожжах, дрожжевое тесто, заявляя в своем итоговом показателе, что у него в фонде присутствуют уже более 106 523 публикаций, заметьте, публикаций, при этом не уточняя, что является таковой, собственно, опять же, отсутствие стандартов, а именно, объем публикаций неизвестен. Ну, соответственно, ситуация из детектива Юстаса Алексу, ситуация по агрегированному контенту неясна вузам, выясните и доложите в центр. Ну, мы провели свое небольшое расследование и выяснили, что на самом деле, по итогам выполнения задания, это контентные грабли. Что выяснилось? Произведения, объекты и публикации не равны между собой. вот данная презентация, которую вы видите на экранах, это одно произведение, оно может быть размещено в фонде ЭБС отдельными слайдами, да, как 23 публикации по количеству слайдов, понимаете, да, то есть можно разместить ее как одно произведение, либо как 23 публикации. Таким образом, мы поискали хорошенько у себя в фонде и обнаружили, что в фонде университетской библиотеки, если считать в публикациях, да, это миллион 904 тысячи публикаций при наших 100 тысячах 803 произведениях. Ну, почему грабли? Потому что грабли контента, которые на самом деле уже давно были пройдены. Давайте вспомним с вами 6-7-летнее возникновение зарождения электронно-библиотечных систем, когда был принят приказ 1953 регламентирующий в том числе количественные показатели фонда ФБС. И многие библиотеки втянули, электронные библиотеки, они втянулись к выполнению приказа и, соответственно, как можно более емко увеличивали свои фонды. Поэтому, как помните, старый детский мультфильм в чем будем мерить? Будем мерить в попугаях. Если мерить в попугаях, в публикациях, то, видите, сразу почти у нас 2 миллиона попугаев. Мы же занимаемся только актуальной агрегацией контента. Это видно из следующих наших рабочих таблиц. вот перед вами, как я и обещал чуть выше, актуальная агрегация, детализированная контента ЭБС университетской библиотеки онлайн. Вот вы видите, что суммарное общее количество произведений, суммарно, в базовую часть сколько входит, сколько мы включили в издательские коллекции. далее актуальная периодика журналов ВАГ, всего журналов, учебных изданий, согласно ВГОСам, научных изданий, аудио изданий, сколько правного контента, сколько словарных статей. Ну и вот в конце я просто для сравнения видите, как легким движением руки, опять же, классическая уже всем знакомая шутка, произведения превращаются в публикации. Посмотрите, верхнее наше значение суммарно и нижнее значение. Дальше перед вами детализация актуального контента электронно-библиотечной системы книга фонд. опять же, общее количество произведений. Кто-то может быть, до кого-то доходили, может быть, какие-то слухи о том, что книга фонд не наполняется контентом, книги пропадают. Такие трудности в переходный период действительно были. Они относились к концу прошлого, начала этого года. Но сегодня перед вами мы ответственно заявляем, что правного контента уже 22737, почти 23000. Вы видите, сколько научных изданий, сколько учебных изданий, журналов, опять же, ВАК и общее количество произведений. То есть, вот эта общая цифра правного контента, она уже превысила ту цифру, к которой все привыкли, когда книга фонд переживал для себя лучшие времена. То есть, мы сегодня сделали книга фонд лучшим из лучших. То есть, уже количество контента оно превышает, причем значительно превышает уже те показатели, которые были у этой электронной библиотеки несколько лет назад. Теперь мне хотелось бы осветить вопрос проблем агрегации. Конечно же, сегодня это достаточно трудоемкий процесс, который выстраивается нами годами, в основе конечно же лежит кропотливая работа с правообладателями, с владельцами исключительных прав, как с физическими, так и с юридическими лицами. Эти отношения они достаточно прежде всего должны быть ответственны со стороны электронной библиотеки. ну вот проблема номер один, которую мы вывели для себя и для вас, как для, я надеюсь, как для пользователей, для читателей электронной библиотеки. Очень часто ее озвучивают, задают вопрос, почему не все изданное в бумажном формате доступно не все изданное в бумажном формате доступно для читателей. Соответственно, потому что не все изданное в бумажном формате доступно и для агрегации. То есть, электронная библиотека это не просто агрегатор контента. Сегодня это прежде всего мощный многоуровневый канал дистрибуции книжной продукции от издателя к читателю. Таким образом, библиотечная деятельность коммерческих агрегаторов на практике зависит от многих экономических законов. Давайте детализируем и рассмотрим все же подоплеку агрегации. Если вы долго ищите в нашем фонде нужный контент и не знаете где он, возможны варианты. Первое. Некоторые издательства создают собственные электронные библиотеки отказываясь от сотрудничества с агрегаторами как дистрибуторами. Соответственно многие завышают стоимость контента и причем достаточно обоснованно с точки зрения издательства завышая стоимость контента издатель прежде всего стремится компенсировать падение продаж на бумажном носителе. Но цена завышенная на электронные права она не позволяет электронной библиотеке дистрибутировать книжную продукцию в электронном формате потому что иначе просто не будет продаваться электронная библиотека. Сегодня тем более все таки кризис экономической на дворе. Издатель выделяет свой контент из фонда агрегатора в виде издательской коллекции с отдельным ценником. Это как раз те книги которые не входят в так называемую базовую часть. Когда я вам демонстрировал наши показатели наполнения электронной библиотечной системы вы видели что там были отдельной строчкой выделены книги которые входят в издательские коллекции. Это тоже путь дистрибуции и многие профильные и особенно издатели они считают что так более правильно в рынок к читателю их книги доходят через электронно-библиотечные системы. Далее погружаемся в проблематику агрегирования. Проблематика агрегирования это прежде всего круг вопросов связанных с комплектованием библиотечных фондов электронных ресурсов. Как ни странно но многие издатели из тех чьи книги еще не вошли в состав не только нашей электронной библиотеки но и других электронно-библиотечных систем они отказываются распространять свой контент в электронном виде. Казалось бы рынку электронных библиотек уже 6-7 лет но тем не менее они как заботливая наседка матушка такая на гнезде своих птенчиков свои книги свой труд они холят или леют в гнездышки поэтому распространяют только на бумажных носителях. Конечно же рыночные процессы как я уже сказал имеется ввиду экономический кризис он не виртуален как мы сейчас как наше с вами общение в оффлайне он реален он затрагивает все происходящие на внутреннем экономическом рынке Российской Федерации процессы происходит и закрытие и банкротство и поглощение издательств кроме того длительное ожидание новинок да происходит очень часто когда издатель передает электронные права на свои новые книги уже после того как будут распроданы первые бумажные тиражи то есть да вот очень часто это тоже актуально для электронно-библиотечных систем задают наши уважаемые подписчики вопрос где новинки где новинки новинки у издательства тоже экономика свои экономические законы мы прикладываем поверьте все усилия для того чтобы уменьшить срок между выходом печатной новинки бумажной версии и синхронизировать бумажную версию с появлением электронного версии интересующей вас книги в нашем фонде еще одна проблема это авторы авторы это даже еще большая проблема чем экономические законы потому что многие авторы вырабатывают свои какие-то экономические законы пытаются их корректировать всегда вносят что-то новое люди творческие поэтому исторически сложилось что есть определенный круг авторов с которыми очень сложно и проблематично договариваться и издательством и электронным библиотекам поэтому их книги тоже не всегда вы можете увидеть в фондах формы предоставления доступа вы можете заказать бесплатный тестовый доступ к любому нашему ресурсу из тех о которых я рассказывал в самом начале на 4 месяца это расширенный тестовый доступ для того чтобы вы действительно могли не просто познакомиться с интерфейсом электронной библиотеки а и увидеть насколько эффективно работает книга выдача да увидеть читательские предпочтения что читают глубина просмотра потому что сегодня за месяц протестировать библиотеку с фондом там в сотни тысяч наименований конечно же очень тяжело полная подписка на любую из наших баз данных стандартно мы год но мы увеличили до трех лет прежде всего конечно же это потому что многие задают вопросы по книгообеспеченности все-таки мы так сказать стараемся чтобы фонд был стабилен и над этим постоянно работаем мы также предоставляем подписку на отдельные предметные разделы в том числе периодику возможен доступ комплектования по требованию читателя но это отдельно для публичных библиотек то что касается так сказать нашего ресурса библиотеки электронной нонфикшн по книжный доступ в электронном виде сроком от года до трех лет пожалуйста от одного наименования оформляйте подписку оформляйте выбирайте нужные вам книги пожалуйста ну и конечно мы можем вам предоставить возможность и приобрести бумажные книги можем так сказать по вашему желанию укомплектовать любыми выбранными из нашего фонда практически любыми книгами в бумажном исполнении ну вот три главных слова да сколько стоит ЭБС ну вопрос актуальный времена тяжелые у нас на ЭБС книга фонда действует антикризисное предложение оно действительно антикризисное вы не разочаруетесь в той стоимости в той цене ресурса который вам озвучит менеджер обращайтесь к нам мы идем к вам навстречу мы помогаем не только хорошими книгами и бесперебойной работой но и ценовыми преференциями льготами всех хочу поблагодарить за внимание основное основная часть вебинара которая все то о чем я хотел рассказать вы услышали давайте теперь перейдем к диалогу все таки это гораздо на мой взгляд более конструктивная форма общения если у вас возникли какие то вопросы принимаются не только вопросы принимаются любые комменты любые комментарии любые замечания пожелания давайте с вами в чате пообщаемся так давайте посмотрим что будет ли разослана запись вебинара да конечно же у нас все вебинары записываются все вебинары рассылаются это наша стандартная сервисная опция вижу еще один вопрос уважаемые организаторы можно ли заказать сертификат к сожалению мы сегодня только прорабатываем этот вопрос оригинал макет сертификата уже есть мы обсуждаем как это будет правильно сделать возможно вы нам подскажете что бы вы хотели чтобы было указано в этом сертификате мы знаем что многие ресурсы выдают сертификаты проводят мастер классы и мы знаем что сертификаты пользуются большим спросом нам не жалко поверьте у нас очень замечательный корпоративный дизайн если бы видели этот оригинал макет этого сертификата вот пришел вопрос что правильно ли мы поняли что можно подписать базовую коллекцию на 3 года да вы совершенно правильно поняли что базовую коллекцию можно подписать на 3 года причем тем кто подписывает базовую коллекцию на 3 года у нас есть дополнительный бонус мы его озвучиваем это лето в подарок то есть летние месяцы каникулярные когда статистика использования стремится к нулю студенты отдыхают и преподаватели мы дарим вам в подарок в принципе тогда у вас получается не просто 3 года а если еще так сказать мы добавим 3 лета по 3 месяца то на наш взгляд очень тоже по антикризису получится так коллеги давайте посмотрим о чем еще вы хотите спросить ну вот опять вопрос про сертификаты про сертификаты мы уже вам рассказали это действительно очень интересная тема и поверьте мы нисколько не иронизируем мы действительно планируем высылать сертификаты и не только тем кто пришел на вебинар да но и выдавать сертификаты подписчикам причем не только подписчикам но и всем тем кто прошел тестовый доступ с университетской библиотекой то есть очевидно что здесь вы прошли некий курс повышения своей квалификации познакомившись с электронной библиотекой нашей университетской библиотекой онлайн да вы освоили интерфейс то есть безусловно профессиональные ваши качества они выросли да в ходе наших с вами нашего с вами общения и взаимодействия поэтому подчеркну что в 2017 году сертификаты будут ждите это наша интрига можно вопрос не по теме вебинара ну если это вопрос который касается электронно библиотечных систем то можно и не по теме вебинара пожалуйста вопрос действительно интересный я предлагаю Татьяне Николаевне пообщаться он просто емкий вопрос и действительно актуальный я просто уже вижу его многоуровневость да давайте пообщаемся с вами при помощи телефона вот буду рад вступить в общение и более детально мы разберем его да именно с учетом вашей специфики безусловно я на него отвечу но по в других средствах по другим средствам коммуникации двусторонней хорошо так ну вот по записи вебинара тоже это стандартный вопрос он уже у нас был конечно же запись будет разослана так коллеги уважаемые слушатели если вопросов больше нет то хочется поблагодарить вас за внимание за интерес проявленный к нашему ресурсу спасибо вам что пришли и прослушали наш сегодняшний вебинар следите за обновлениями цикл вебинаров университетской библиотеки будет продолжаться всего вам доброго спасибо Продолжение следует...